Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Отличный урожай при любой погоде. Это мечта любого садовода и огородника. Она, конечно, не достигается легко, но результат стоит того, чтобы потрудиться. Кроме того, сегодня нам в помощь существуют различные препараты и есть возможность. Прогресс предоставляет нам вот эта химическая индустрия, хотя мы ее не любим, но она все-таки создает такие препараты, которые и безвредны, и очень хорошо облегчают наше ведение огорода. Они появились на рынке не так давно, считаются инновационными. Они не только обеззараживают грунт, семена, но и соединяют в себе нужные функции, такие как защита растений. Вот именно таким инновационным фунгицидом является препарат Привикур Энерджи. Вчера, когда я говорила, оглашала весь список протравителей семян и земли, называла и марганцовку, и борную кислоту, перекись водорода, вот фитоспорин, все, что я здесь сейчас вам разложила, циркон, я называла и Привикур. И сразу же пошли вопросы, многие действительно о нем ничего не знают и просят рассказать попотребнее, потому что это средство не так давно, не как марганцовка, она уже более 50 лет, вот только мне знакома, может быть, ей вообще пользовались еще 100 лет назад. Привикур – это инновационный препарат. Он и стимулятор роста, корнеобразователь, и защитник от болезней. В отличие от марганцовки, вот смотрите, все это можно применять в качестве протравливателя, но спектр действия у них разный. Если марганцовка мы протравим, убьем все там, все микроорганизмы, то Привикур Энерджи при протравлении почвы, еще, как вам объяснить, еще поможет нам вырастить хорошую рассаду. Его преимущества, очень много их, я сейчас назову некоторые, вот он активно защищает от всех патогенных состояний, то есть там остатки фитофторы у вас убьет, там черные ножки не даст распространиться. У него очень высокая вот эта фунгицидная активность, подавляет все вредное. И еще одна особенность, что он поражает вот этих вредителей на очень длительный срок. Также у него отличные характеристики стимулятора роста, то есть он не только вот как протравливатель может использоваться, но он еще и стимулятор. В отличие от той же марганцовки, его можно использовать несколькими способами. Вот сейчас мы прольем грунт, протравим семена. Впоследствии мы можем обрабатывать этим же Привикуром растения, опрыскивать их в стадии вегетации или вносить в почву. Марганцовкой же, конечно, мы уже, наверное, скорее всего, ничего опрыскивать не будем, сейчас протравим и все. А его можно использовать дальше. Вот видите, у меня специально, сейчас покажу, у меня вот этот специально в этом году я купила для теплицы. Написано, для защиты томатов и огурцов закрытого грунта от болезней. Значит, если у меня появятся какие-то проблемы в теплице, я буду его использовать не только как протравливатель, но и как защитник будет у меня летом. Вот он, происходит вот это подавление заболеваний у него, даже при неблагоприятных погодных условиях. Вот все эти преимущества делают этот вот препарат востребованным среди именно опытных и профессиональных садоводов. Сейчас и новички уже начали о нем узнавать. Именно вот любители берут, покупают этот препарат. Он очень экономичный, надолго хватает. Сейчас я расскажу вам дальше, пройду ниже, как про использование. Я поэтому хочу вам описать, что некоторые, вот только начинающие любители, при Викур Энерджи, они вообще ничего не знают. Но у него вот эта, его высокая эффективность против большинства возбудителей болезней растений, таких как корневые гнили, бактериальные инфекции разного рода, вот он делает этот растений, этот препарат незаменимым, универсальным. При проливке зараженного грунта, в котором посеяны семена, потом при опрыскивании растений в вегетационный период, повышает сопротивляемость растений, стимулирует их рост и развитие. Начинается бурное цветение, поэтому его любят те, кто выращивают петунию. На упаковке есть инструкция, которую нужно обязательно соблюдать. Вот это вот для теплицы, тут у меня написано, или 3 мл на 2 мл воды, или 30 мл на 20 л воды. Вот 3 мл на 2 л воды. Это для замачивания семян, конечно, очень много. Я говорю сейчас в первую очередь, у нас еще в теплицах ничего не растет. Сегодня мы только про обработку семян я стараюсь. Для обработки семян достаточно взять 1,5 мл, убавляем дозу в 2 раза, 1,5 мл разводим в литре воды. Сначала мы берем 1,5 мл, растворяем в полстаканчики воды, потом доводим этот объем до 1 литра. Использовать очень легко, удобно пользоваться шприцем. Я этот взяла препарат и на землю, и на семена, и на все, так что я сделаю небольшой прокол, наберу себе 1,5 мл, разведу, а место прокола заклею скотчем. Мне на всю весну вот этой пачки хватит. Там прям буквально капельками, ну, 1,5 мл всего. Как его разводить, я рассказала. Но производитель препарата, вот компания Байер, многие, наверное, ее слышат, все-таки дает рекомендации, что его разводить нужно сразу, перед началом обработки. Как многие препараты, хранить его нельзя. И сразу потом его, ну, куда-то уничтожаете. Не, не, как выразится, не оставляйте на второй день, не замачивайте в нем семена второй раз в этом же растворе. Он, скорее всего, эффект свой потеряет. Вот про замачивание семян 1,5 мл на 1 литр. Таким же рабочим раствором проводят потом обработку растений. Но дозировки разные, и для каждого вида работ они меняются. Потому что, вот, например, семена одна дозировка. Там я читала в инструкции. Потом розы, еще какие-то цветы, клематисы, картофель. Дозировка увеличивается. Но это сейчас нам не нужно. Мы говорим только вот сейчас пока что о семенах. Когда будет черная ножка, про черную ножку я тоже расскажу. Очень эффективное средство для борьбы с черной ножкой. Во-первых, если вы сейчас землю сразу прольете, потом, после всходов рассады, помидор, поливают под корень вот этим раствором. И обычно, как вот по отзывам людей, и я сама знаю, что уже никакой черной ножки у вас не будет. Также баклажаны и перец работают по этой же схеме. Хочу сказать немного, несколько слов про безопасность. Как вы уже поняли, препарат импортный, произведен в Германии. Строжайший контроль над его разработкой. Там производится все это, там контролируется. Продукт сертифицирован, прошел все испытания, имея сертификаты. Компания Bayer, она известная, не новичок. Я говорю, что многие ее знают. Я пользуюсь многими препаратами компании Bayer. И вот имея отличную репутацию, она производит этот препарат и гарантирует нам безопасность и для нас, и для людей, и для растений. И правильно применяя этот их препарат, мы можем точно сказать, что он не принесет вреда ни нам, ни растениям. Главное соблюдать те пропорции разведения и условия, которые прописаны в инструкции. Увеличение и уменьшение дозы, вот этого раствора при разведении, они не дадут вам должного эффекта. Некоторые думают, что если положить больше капелек вот этого привикура, то будет намного лучше. Нет, может быть иногда даже обратный эффект. Вот производитель этого препарата, они проводят многократные испытания. И указанная дозировка является самой лучшей, оптимальной. Велосипед изобретать не надо, только по инструкции. Подведу итог, потому что много слов я сейчас вам выберу самое главное. Привикур Энерджи – новейший препарат, инновационный. Он с широким спектром действия. Защищает не только семена, но и растения от заболеваний. При проливке зараженного грунта убивает все бактериальные инфекции. Очень эффективный и очень экономный. Но нужно обязательно соблюдать инструкции. В заключение хочу сказать, что если вы будете использовать в своем огороде последние достижения наших или зарубежных ученых и с умом применять новые инновационные препараты, созданные для нас, то мечта любого садовода-огородника, о которой я говорила в начале ролика, получить отличный урожай при любой погоде, обязательно сбудется. Я помогу вам в этом, буду знакомить вас с различными средствами, новыми, давно известными. И вы выберете для себя то, что подойдет именно вам. Кто-то остановится и будет продолжать обрабатывать марганцовкой, а кто-то, может быть, решит перейти на новые, пусть немного дороговатые, но очень эффективные средства. До свидания. Желаю вам всем богатых урожаев. Но начнем сначала с крепкой, здоровой рассады. Без крепкой, здоровой рассады никаких урожаев богатых у нас не будет. До свидания. С вами была Ольга.